Продолжение следует... Они по своей популярности превосходят другие средства. И когда мы выбираем тени для бровей, мы руководствуемся в первую очередь цветом наших волос. То есть цвет теней для бровей должен либо совпадать с цветом волос, либо максимум на два тона быть светлее, либо темнее. Для холодных блондинок это могут быть серые оттенки, для теплых блондинок и рыжих это может быть коричневый с оранжевым подтоном. И еще один важный момент, это тени должны быть обязательно матовыми. То есть никакого перламутра, никакого блеска. Блеска не надо, дорого, богато, это не в этом случае. Это не в этом случае точно. А мне вот интересно про увлажняющий крем узнать. Дело в том, что есть такой миф, или же не миф, мы сейчас от вас узнаем, о том, что увлажняющим кремом не рекомендуют пользоваться в холодное время года, так как это может навредить кожу. Действительно, это очень часто задаваемый вопрос. Меня тоже об этом часто спрашивают. Основной причиной называют то, что на морозе увлажняющий крем может замерзнуть и навредить нашей коже. Но, во-первых, нужно вспомнить о том, что вода замерзает при нуле градусов. Мы все это знаем. Наша кожа даже на морозе, температура ее не может быть ниже 35 градусов. То есть, естественно, никакая вода на коже у нас не замерзает. Второй момент. В увлажняющий крем в нашу кожу поступает не молекула воды, а такие вещества, которые воду, которая уже в коже есть, удерживают. И еще один момент, это то, что когда крем, при производстве крема используется особая технология, которая не позволяет компонентам кристаллизоваться. И еще нужно помнить о том, что такие факторы, как сильный ветер, мороз, кондиционированный воздух, перепады температуры, очень сильно способствуют испарению влаги с поверхности кожи. Значит, в холодное время года нам кожу нужно, наоборот, еще больше увлажнять, даже чем в теплое время. Следующий вопрос. Основа под макияж с телеконами в составе, она безопасна или нет? В основе под макияж мы уже как-то с вами затрагивали эту тему. Мы говорили о том, что она решает массу вопросов, выравнивает поверхность кожи, защищает. Удерживает влагу, продлевает стойкость макияжа. Ну, а в состав такой основы с силиконом входит нетоксичный силикон, соответственно, навредить она не может, наоборот, только помочь. А поры он не забивает чересчур? Нет, силикон как раз создает защитную пленку и не позволяет косметике и загрязнениям, наоборот, проникать в поры. То есть он помогает. Тогда у меня, следовательно, следующий вопрос, который интересует наших дорогих телезрителей. Как правильно очищать поры именно после применения декоративной косметики? Ну, во-первых, нам нужно помнить то, что очищать кожу нужно независимо от того, использовали мы сегодня косметику или нет. То есть если мы думаем, что на коже нет пудры, нет тона, кожа чистая. Естественно, это не так, потому что из окружающей среды на нашу кожу воздействует очень много различных пыль, микрочастиц, мы живем в городе, это значит канцерогены выхлопных газов, и это все воздействует извне. Кроме того, наша кожа постоянно выделяет порами различные вещества. На коже все это соединяется в такую гремучую смесь, и у нас получается куча проблем. То есть кожу нужно обязательно очищать, в любом случае. А уже при выборе очищающих средств нужно руководствоваться одним очень важным таким правилом. После очищения кожи на коже должно быть очищение свежести, а не стянутости. То есть если вы чувствуете стянутость, значит вы кожу пересушили, вы ей навредили. И если вы используете гель, значит нужно использовать более мягкое средство, пенку, например, либо использовать безводные средства очищения, это молочко, тоники, мицеллярная вода. Сейчас очень много лайфхаков, и девочки умудряются использовать один из видов декоративной косметики для разных участков кожи. Так вот, вот такой вопрос, карандаш для бровей и карандаш для глаз. Это одно и то же или нет? Можно ли использовать как одно средство? Ну, на самом деле да, они действительно очень похожи. Единственное, что карандаш для бровей, он более твердый. То есть если мы используем его для глаз, мы более травмируем нежную кожу. Мы уже опять же таки этот вопрос поднимали, о том, что кожа вокруг глаз у нас очень нежная, конечно, она относится очень бережно. И при очищении, кстати, да, предыдущий вопрос, когда мы очищаем, для косметики, для снятия косметики с глаз мы используем отдельное средство, да, не такое для всего лица. Соответственно, если карандаш для бровей, он более твердый, он менее пигментирован, и для глаз он не подойдет. У нас уже был топ, это наши тени для бровей. И второй топ сейчас по популярности выбора декоративной косметики – это косметика с минералами. Какие ее преимущества и наоборот недостатки? Да, действительно, сейчас это очень популярно. Есть минеральная косметика, есть косметика минерализированная. То есть минеральная косметика содержит в себе только 100% измельченные минералы. Природная, минерализированная косметика просто в своем составе включает такие компоненты. Если косметика 100% минеральная, она имеет очень много плюсов, потому что она не имеет ни консервантов, ни отдушек, ни красителей, никаких химических элементов, только натуральные. Соответственно, она подходит даже для чувствительной кожи, она имеет защитные свойства, она обладает ультрафиолетовыми фильтрами, она имеет лечебные свойства, она заживляет абсолютно любые повреждения кожи. И даже после химических пилингов, после каких-то косметологических процедур рекомендуется использование минеральной пудры. Она очень стойкая, она выдерживает 30-ти градусную жару и дождь, ее стойкость очень высокая. Она очень универсальная, ее можно смешивать с водой, ее можно смешивать с увлажняющими средствами, создавать различные текстуры между собой. Она очень хорошо смешивается. И еще один очень немаловажный плюс такой, да, это срок годности. Там нет никаких органических, включая в себя компонентов, соответственно, если тональной основой обычной мы пользуемся после открытия максимум 6 месяцев, то минеральная пудра нам прослужит все 3 года. Ну что ж, спасибо вам, Юлечка, за то, что ответили на все волнующие вопросы наших телезрительниц. Нагадываем нашим делом рядачам, что сегодня до студии Нового дня завиталась Телис Юлия Мочула. Мы дякуем ей за ответ на вопросы. Я думаю, не остальная встреча в нашем эфире.